Некоторые беженцы, приехавшие в Чувашию раньше, уже разместились. Кто-то у родственников, кто-то у добрых людей, которые не могут пройти мимо чужой беды. Наш корреспондент встретилась с женщиной, которая приняла у себя беженку с Украины и со дня на день ждет ее семью. Елена Домонова родилась и выросла в Донбассе. В России переехала в 17 лет. Все, что происходит в соседней стране, для Елены личное горе. Ведь там остались родственники и друзья. Взять беженцев с Украины к себе в дом согласилась, не задумываясь. Говорит, что это простой человеческий поступок. И по-другому поступить она не могла. Пригласили, взяли. Это доктор. Я сейчас не хочу называть ее имени, потому что это опасно. У нее остались родные пока в Украине. Но мы ждем их тоже прибытия. Все нормально, мы живем. Но вот с работой немножко трудно. Нельзя без квот трудоустроить ее. Помимо трудоустройства, беженцы сталкиваются с рядом других проблем. Большинство переселенцев не успели захватить даже самые необходимые вещи. У многих на руках дети. Кто-то приехал с пожилыми родителями, которым нужен особый уход. Общество Красного Креста – первый пункт, куда обращаются наши собратья, вынужденные бежать из собственной страны. Одеваем их, выдаем продукты, бытовую химию. Ну, такие банальные вещи, которые необходимы каждый день. А берем мы это все, скажем так, люди приносят. Люди, организации, каждый по возможности. Кто-то чуть-чуть, кто-то побольше. Галина Германовна в отделении Красного Креста уже третий раз. Женщина всю жизнь проработала в садике. Говорит, что смотреть на детские слезы по телевизору больше невозможно. Поэтому решила помочь, чем может. У нас вещей полно. Детские, дети выросли, внуки уже выросли. Чистые вещи, хорошие, свои. Сейчас беженцам из Украины необходима любая помощь. И если у вас есть дома вещи, которые нужны переселенцам, или вы готовы помочь материально, смело обращайтесь в общество Красного Креста. Временный офис Красного Креста разместился по адресу. Город Чебоксары, проспект Трактор и Строителей, дом 45, квартира 109. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова